МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Решать проблему с парковками во дворах должны собственники жилья. Жильцы дома номер 16 первого микрорайона сами нашли выход, как обустроить свой двор. Подробности далее. Глава муниципалитета Вячеслав Сидунков совместно со специалистами коммунальных служб регулярно проводит обходы дворов и встречается с жильцами многоквартирных домов, чтобы непосредственно от них услышать о проблемах содержания жилья и благоустройства территории. Жалобы жителей во всех микрорайонах одинаковые. Разбитые скамейки, поломанные детские площадки и, конечно, отсутствие парковок во дворах. Количество автомобилей в нашем городе растет, при этом придомовые территории не увеличиваются. Машины превратили газоны в укатанные пустыри. Автомобилисты страдают от отсутствия стоянок, безлошадные дисногорцы сетуют на неудобства мест отдыха и прогулок во дворе. А между тем решать эту проблему теперь должны сами владельцы жилья. Во дворе дома номер 16, первым экраном, в котором мы сегодня находимся, этот вопрос как раз решается. Кроме того, что жители этого двора в этом году проявили инициативу и вышли с инициативой и своими наработками на конкурс, который мы проводили под названием «Мой двор», и заняли в нем одно из призовых мест, сегодня жители проводят у себя как раз ту самую процедуру голосования, для того, чтобы это общее решение было еще и нужным образом документально оформлено. Как участники нашего конкурса, как один из победителей нашего конкурса, этот двор, конечно, получит и парковочные места дополнительные, которые жители сами изъявили желание сделать и сами и сделают. Мы им в этом поможем. И новую игровую площадку. Поэтому здесь очень важно, а, проявлять инициативу, и, б, разумно подходить к использованию своего собственного пространства. Администрация города призывает десногорцев проявлять активность, выходить к ней с инициативой и совместно решать проблемы благоустройства дворов. 7 сентября администрация Смоленской области и Федерация машиностроения Китая подписали соглашение о сотрудничестве. После этого обе стороны определились с реализацией конкретных проектов, что производить, в какой отрасли работать. Теперь по поручению Алексея Островского, профильные специалисты региона работают над презентацией, которую предстают в Китае и Москве. Ростельхознадзор запретил ввоз в Смоленскую область более 300 тысяч куриных яиц из Республики Беларусь. Причиной запрета стали нестыковки в документах на груз. Продукцию вернули отправителю. Десногорский дом детского творчества открыл свои двери в новом учебном году. О том, какие направления можно выбрать для развития своего ребенка и как прошел день открытых дверей, в нашем следующем сюжете. 8 сентября в Доме творчества прошел день открытых дверей. Для юных десногорцев и их родителей педагоги устроили мастер-классы прямо в холле второго этажа. Каждый мог подойти, познакомиться лично с руководителем объединения и попробовать сделать поделку самостоятельно. Планируем 35 творческих объединений по шести направлениям. Техническое, естественно научное, художественное, декоративно-прикладное и туристко-краевическое, физкультурно-спортивное направление. То есть, как видите, у нас очень широкий спектр наших творческих объединений и я думаю, детям нашего города будет очень интересно у нас. Но планируем около 700 детей принять. Дом детского творчества пользуется у десногорцев большой популярностью. Родители с удовольствием ведут сюда своих детей. У меня двое детей. Мальчик, девочка. Они у меня двойня, поэтому посещают. У меня одинаковые кружки практически. Я знаю, что они у меня сюда приходят. Я спокойна, я уверена, что с детьми будут заниматься. Моя внучка ходит второй год в Дом детского творчества и мне очень нравится. Нравятся преподаватели, нравятся занятия, которые проводят. Но она у меня ходит на танцы. В актовом зале для гостей воспитанниками Дома творчества был организован небольшой концерт и презентация о каждом педагоге и его объединении. А сейчас блок криминальных новостей. Смоленские полицейские задержали торговку наркотиками прямо в такси. 28-летняя смолянка сознала стражам порядка, что занималась сбытом метадона путем закладок. У нее в кармане были обнаружены свертки, в которых хранилось более 30 граммов метадона, что является крупным размером. За незаконный сбыт наркотических веществ ей грозит до 25 лет лишения свободы. Два смоленина покончили с собой. Трагические случаи произошли 7 сентября у нас в городе, в деревне Черемушки, Вяземского района. В лесополосе, в третьем микрорайоне, возле пожарной части города Десногорска, было обнаружено тело повесившегося 38-летнего мужчины. А чуть ранее в деревне Черемушки найден 89-летний мужчина. По данным фактам, проводится доследственная проверка. В Гагарине был обнаружен мини-завод, на котором разливали алкогольные напитки. Сотрудники ГИБДД на трассе остановили грузовик, который по документам ввез партию сока. Но при досмотре груза выяснилось, что в фуре находится 24 тысячи бутылок алкоголя. Подробности далее. Вскоре сотрудниками полиции был обнаружен и склад, на котором хранился поддельный алкоголь и автоматическая линия по производству алкогольной продукции. В подсобных помещениях была обнаружена и изъята пустая тара, пробки, этикетки, готовая продукция, федеральные и специальные марки, около 55 тонн спирта и 25 тонн спиртосодержащей продукции. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Изготовление сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, либо их использования». Санкции предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. А рабочих, которые трудились на производстве, задержали для проверки документов. Как выяснилось, все они иностранные граждане. Те, у кого имелись регистрации и разрешения на работу после проведения необходимых проверок, были отпущены домой. Остальные, нарушившие установленный режим пребывания, помещены в Центр временного содержания. В Смоленской области судебные приставы протестировали приложение «Мобильный розыск», с помощью которого они теперь смогут разыскивать должников прямо на парковках. Данное приложение разработано специально для приставов. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем – от штрафов до алиментов. 7 сентября приставы проверили более 200 автомобилей на парковке у одного из торговых центров в Смоленске. Выявлено почти 20 автовладельцев-должников. 10 сентября в субботу Десногорск отметит День города. Программа мероприятий очень обширная. Традиционное шествие коллективов состоится в 10.00. Затем горожан и гостей города ждет концертная программа. В ней примут участие как Десногорские творческие коллективы, так и из Побратимой Республики Беларусь. Завершится концерт барабанным шоу из города Москвы. Ну и, конечно же, праздничным фейерверком. А на аэродроме Сеща 10 сентября в 10.00 состоится День открытых дверей. Гости смогут увидеть военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124. Также побывать непосредственно в них. Проход на территорию аэродрома осуществляется через КПП военного городка. Также в этот день будут организованы и другие интересные мероприятия. 11 сентября в 11.00 на баскетбольной площадке Десногорска в 4-м микрорайоне состоится Кубок Смоленской области по баскетболу 3 на 3 среди юношей и девушек. Желающие могут прийти и поболеть за своих спортсменов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok